Приветствую всех, кто будет смотреть это видео. Сегодня я хочу вам рассказать о одном приеме, психологическом приеме. Называется «Ключевой квадрат уверенности». Ну, немножко предыстории. Во-первых, это мне опять приснилось, вернее, ну, эта идея пришла мне на моменте засыпания между сном и бодрствованием, как обычно бывает, когда мне приходят эти изобретения. До этого, конечно же, я делал упражнения из метода ключа и, ну, постоянно думал, чтобы такого новенького придумать, чтобы такого новенького придумать. Постоянно слушал всякие лекции. И вот в одной из лекций Екатерины Сокальской я услышал очень интересную, очень интересную штуку. Вот она говорила там, что за нашей спиной, за спиной каждого человека стоит целая команда. То есть, когда мы начинаем развиваться в каком-то направлении, что нам интересно, мы постепенно, так сказать, у нас постоянно появляются какие-то гуру. Мы одного человека слушаем, изучаем, потом плавно перетекает, находим другого. В общем, все они так взаимосвязаны, и человек двигается в определенном своем направлении по своей какой-то тематике. Так вот, этот прием называется «Ключевой квадрат уверенности». Интересно, как это мне... Я уже практически засыпал, попал между сном и бодрствием, и в таком полном дреме я увидел квадрат Малевича. И тут мне сразу, как это приходит очень этим образом, сразу весь смысл и картинка все соединились в одно, и название сразу образовалось «Ключевой квадрат уверенности». Я подумал, в Малевиче есть квадрат, а у нас в школе Homo Futurus тоже нет квадрата. Пусть у нас тоже будет свой квадрат. Но, в отличие от Малевича, мы добавим туда белых красок, то есть он будет черно-белый, а соединение двух цветов черного и белого позволяет нам в этом квадрате нарисовать все, что угодно. Но мы в нем будем не рисовать, а это будет фотография. Точнее, это будет коллаж. Сейчас я объясню, в чем смысл заключается этого коллажа. Это коллаж для придатия уверенности человеку. Так вот, за каждым человеком стоит целая команда учителей, целая команда гуру. Но очень важно, чтобы это были не родители. Потому что, да, родители многому чему учат, но это именно в моменте... Ну, хотя, может быть, у кого-то и будут родители. Но, смотрите. Ключевой квадрат уверенности. То есть это он должен быть обязательно черно-белый. Сейчас у вас все сложится, и вы все поймете. Я покажу на примере своего ключевого квадрата. То есть за спиной каждого человека стоит определенное количество каких-то гуру, каких-то учителей, которые ведут его к каким-то иванным целям. Так вот, мы берем восемь основных. Вы выбираете восемь самых важных ваших гуру в вашей жизни, которые ведут вас в направлении какого-то жизненного пути. То есть это причинно-следственная связь. Понимаете, вот когда-то вы, например, прочитали книжку, чем-то заинтересовались, и вот оно пошло, 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 пошло. Ну, у каждого разная своя история. Как-нибудь, может быть, я расскажу и свою. Ну, в общем, мы берем восемь основных гуру, делаем калаш. В середину мы вставляем маленький квадратик, вставляем себя, и вокруг нас делаем восемь наших главных основных гуру. Затем мы распечатываем этот квадрат, распечатываем, и вешаем на видное место, где мы будем видеть каждый день это. И каждый день, когда мы просыпаемся, например, и с утра мы смотрим на этот квадрат, свой ключевой квадрат уверенности, и помним, что мы никогда не одни, то есть за нашей спиной целая команда, за нашей спиной целая команда, которая помогает нам идти в направление своей какой-то цели, направление своей мечты, направление своего какого-то жизненного дела. И еще самое важное. Сейчас я покажу. Вот мой ключевой квадрат. Во-первых, получается, что у каждого человека за спиной есть свой этот квадрат. И у каждого человека должен быть этот квадрат, ключевой квадрат уверенности. Но у кого-то он пустой, возможно. У кого-то, возможно, больше восьми. Но здесь выбираем самые восемь основных гуру, которые задали в вектор направления вашей жизни. Восемь основных гуру. Восемь основных учителей вашей жизни, вспоминаем. У кого-то, возможно, он пустой. У кого-то, может быть, нет. У кого-то один, два, у кого-то три. Но это значит, есть к чему стремиться. Мы все равно тогда печатаем этот квадратик себя. И самое интересное, что здесь, вот смотрите, вот он мой ключевой квадрат уверенности. И здесь, на нашей фотографии, мы пишем такую фразу. Восемь основных гуру, стоящие за моей спиной. А кто стоит за тобой? Вопрос. Для чего нам эта фраза? А вот эта фраза как раз-таки для придатия уверенности нам. Смотрите, в момент, мы еще будем потом поговорим, как делать разгрузку, как правильно заложить себе такую программу, новую парадигму, что в момент того, когда вам... Так случается, что в нашей жизни, когда мы двигаемся в каком-то направлении, какой-то своей цели, там часто окружающие люди, очень-очень часто бывает так, но не всегда, говорят нам, ну что, например, сказали вам, ну что ты, вбрось ты вот ерундой всякой заниматься, пойди работай как все. Вот в этот момент, когда вам скажут такую фразу, вы ту же секундочку вспомните вот эту фразу, что за вашей спиной целая команда, которая все время с вами. Пусть даже с некоторыми людьми вы не знакомы, пусть даже некоторых людей, возможно, уже нет в живых, но они всегда за вашей спиной, потому что их знания, их опыт жизни, который вы переняли в них, он всегда с вами, он за вашими плечами. И вы в этот момент понимаете, что вы не одинок, и вы не один. А тот человек, который вам сказал, что вы занимаетесь ерундой, возможно, у него вообще пустой квадрат. Либо квадрат, собранный из других каких-то, например, не гуру, можно сказать. И вот в этот момент, когда вы вспомните вот эту вот фразу, у вас сразу поменяется эмоциональное состояние, вы не отреагируете негативно к этому моменту, и это вас не собьет с вашего жизненного пути. Так что вот так вот, ключевой квадрат уверенности. Предлагаю всем протестировать это мое изобретение. То есть мы... Я вот взял просто на обычном цветном... На обычном черно-белом принтере напечатал. Вот, хотел сказать, ни в коем случае не на цветном. Именно смысл заключается в том, чтобы этот ключевой квадрат был черно-белым. Так как здесь черное с белым, видимо, здесь можно нарисовать все, и вы как бы... Вы взяли фотографии разные, и тем самым вы объединяете, делая это все черно-белым, объединяете в одно целое это. Так что вот такое вот изобретение называется ключевой квадрат уверенности. Это изобретение теперь будет тоже нам для метода ключ. Потому что можно дополнять это. С утра мы делаем синхрогимнастику и поглядываем на свой ключевой квадрат уверенности. Воображаем себе там, как мы достигаем своих результатов. Воображаем то, что мы не одни. Мы целой командой идем к своей цели. Ну а вечером перед сном мы можем делать разгрузку, и также, посматривая на свой ключевой квадрат, программируя себе эту фразу, что 8 главных гуру стоит за моей спиной, кто стоит за тобой. Я вспомню в любой момент, когда мне... Ну будет какая-нибудь сложность, будет какая-нибудь трудность жизненная, будет кто-нибудь меня говорить, отговаривать или еще что-нибудь. Будет что-то не получаться, буду получать возражения, буду получать отказы. Каждый раз человек будет вспоминать, что за его спиной. А самое интересное, что... А ведь за спиной каждого из гуру тоже есть такой квадрат. И за этим квадратом еще квадрат, еще, 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 еще. И получается, что здесь, в ключевом квадрате уверенности, смысла, глубины и истории у нас не меньше, чем в квадрате Малевич. Так что вот такое вот изобретение. Причем, и самое интересное, что у каждого человека свой индивидуальный квадрат уверенности, свой ключевой квадрат уверенности у каждого будет свой. Ну потому что, ну нету двух одинаковых людей, у которых будут прям одинаковые интересы и одинаковые восемь основных гуру. Напоминаю, что здесь нужно основных ваших, вот их не нужно специально придумывать, вы сами точно знаете, кто это. Вот у меня прям за полсекундочки весь этот образ и смысл возник. Ну и здесь у меня мои прекрасные гуру. Мои прекрасные учителя. Так что вот так вот. Пожалуйста, пользуйтесь, берите, тестируйте и пишите обратную связь, кому понравилось и как вообще это влияет. Вот я уже практикую вторую неделю. Сделал это, вот только записать видео удалось только сейчас. Сначала тестирую на себе, потом передаю изобретение дальше и жду обратной связи. Надеюсь, вам понравится. Надеюсь, этот инструмент поможет в вашей жизни. И сделать очень его легко. Смотрите, как сделать коллаж. Этот можно в обычном телефоне. Я просто быстренько сделал в телефоне, скачал с интернета, нашел фотографии своих учителей. А, еще важно, вот желательно, чтобы в середине ваша фотография была вот именно в такой позе. Как будто вы открыты для мира и вы готовы к тому, чтобы мир предоставил вам возможности и вы шли к своей цели, вы шли по своему пути. То есть фотографию мы делаем. Желательно, лучше всего еще и на природе это сделать. Вообще вот такую фотографию делаем. И у нас получается такой ключевой квадрат уверенности. Вот такое вот изобретение. Хосай Магомедович, это благодаря методу ключ все изобретения я делаю. И я очень хотел бы и очень буду рад, если это станет тоже частью метода ключ. Пусть оно немножко, конечно, отличается, но здесь очень большой смысл заложил в этом. Ну, вот так вот. Благодарю за внимание.